Михаил Егорович, вставайте. Сегодня главный человек на этой площадке, действительно, замечательный врач-офтальмолог Михаил Егорович Коновалов, профессор и доктор медицинских наук. Михаил Егорович, Вы нам обещали, что сегодня все поставят себе сами диагноз. Речь идёт о зрении, друзья. Можно я так задам вопрос? У кого есть угроза потери зрения? Как проверить? Простой тест есть какой-нибудь профессионал? В данном случае, если мы хотим проверить функцию зрительного нерва, мы можем провести простой тест, посмотреть, какое поле зрения у пациента. Если поле зрения сужено, тогда мы будем более детально его обследовать для того, чтобы выявить, возможно, какие-то заболевания. Ну вот если перевести на русский язык вот эту глубоко научную речь, сужение полей зрения – это риск потери зрения. Поэтому сейчас будет тест, насколько вы рискуете потерять зрение. Тест очень простой. Я хочу, чтобы наши телезрители сделали его вместе с нами. Все зрители в зале тоже могут его сделать, а вот те девять человек, которые сейчас сидят у мониторов – это особая группа. Вы будете голосовать, оценивая своё зрение. Михаил Егорович, рассказывайте тест. Тест очень простой. Мы должны посмотреть поле зрения. Да. Поле зрения в норме, скажем, снаружи 90 градусов, сверху 50, с носовой части 60, снизу 70. Берём палец. Тест. Да. Берём палец. Смотрим прямо. Берём палец левой руки, закрываем левый глаз. Смотрим всё время прямо. Левую руку отводим кнаружи. Можно вот так. Да. И двигаем её к центру. Примерно 10 градусов. Мы должны видеть палец левой руки на переносице и палец правой руки, соответственно, сбоку. Итак, глядя перед собой, вы двигаете эту руку. И если вы увидели палец, пройдя расстояние примерно в ладонь, у вас всё в порядке. Смело нажимайте зелёный квадратик. Если вы додвигали чуть дальше 20-30 градусов, и только в этот момент увидели палец, глядя перед собой, нажмите красный квадратик. Если вы вообще не знаете, где у вас пальцы руки, нажмите жёлтый квадратик. Ну что, 9 человек. Тест закончили? Голосование произошло. Люди оценили сами себя, Михаил Егорович. По-разному. Но всех их вы сегодня обследовали. Да? То есть вы про каждого из 9 человек знаете, есть ли у них угроза потери зрения или нет. Да, мы посмотрели остроту зрения, мы посмотрели рефракцию, мы посмотрели внутриглазное давление, что нас сегодня интересует. А вот сейчас, друзья, ваши мониторы загорятся правильно с точки зрения врача. Вот смотрите сейчас на монитор, и вы увидите, кто из вас действительно рискует потерять зрение, а у кого всё в порядке. У кого загорелся красный монитор? У вас? Проходите, пожалуйста, к нам. А был какой? Был зелёный. Был зелёный? То есть вы были уверены, что всё хорошо? Итак, садитесь, пожалуйста. Ну, мы уже всё знаем, какой диагноз стоит у этого пациента. Да, в данном случае мы имеем диагноз глаукома. Повышенное внутриглазное давление. Михаил Егорович, вы садитесь сейчас на своё место, а я хочу, друзья, вам показать, что такое повышенное внутриглазное давление. Вот он, глаз человека. Мы сейчас видим его изнутри. В нашем глазу вырабатывается жидкость. В норме она имеет отток, как раковина. И если этот отток засорён, то жидкость остаётся внутри, накапливается, начинает давить на глаз, и человек теряет зрение. Чем опасна глаукома, Михаил Егорович? Глаукома опасна тем, что под действием внутриглазного повышенного давления страдает зрительный нерв. И в итоге развивается сначала частичная атрофия зрительного нерва, а в конечном итоге может развиться и полная атрофия зрительного нерва, что ведёт за собой, соответственно, снижение зрения и в итоге потерю зрения. Это очень коварное заболевание, которое, естественно, чем раньше мы его диагностируем, тем меньше последствия будут. Ну вот, друзья, как измерять обычное давление, вы все хорошо знаете, правда? А вот как измерить внутриглазное давление, это уж никто не может сказать. На самом деле, сегодня это делается невероятно быстро. Невероятно. Вот, Михаил Егорович, я сейчас вас попрошу нашему пациенту измерить внутриглазное давление. Проходите, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы вы увидели, как это просто, как это безопасно, и как важно знать своё внутриглазное давление, потому что, когда оно повышается, вы ничего не чувствуете, а зрение можете потерять. Итак, я жду команду, чтобы мы запустили наши часы. Часы пошли, и мы измеряем внутриглазное давление. Сейчас в глаз пациента, вначале в один, потом в другой, дунет крошечный ветерок. Именно так, пневматически, оно будет измерено. Всё? Да. Давление измерили, друзья. Прошло всего 10 секунд. Согласитесь, современная медицина вообще заслуживает овации. И вот вы знаете, мы сегодня уже говорили, Михаил Егорович, я так прошу прощения перед вами, потому что вы обожаете свою профессию. Я сказала, что глаз чем-то похож на раковину, с нарушенным оттоком. Вот мы наполняем водой нашу раковину. Смотрите, что происходит. Если продолжим дальше, раковина переполнится. Правильно? И вода польётся просто на пол. Что делать дома, когда засорилась раковина? Ну, берётся в антус и прокачивается. Потому что в глазу есть ткани, которые производят жидкость, и через другие ткани жидкость оттекает. Когда нарушается баланс, соответственно, повышается давление. И наша задача улучшить отток жидкости или уменьшить продукцию жидкости. В данном случае мы видели, так сказать, пример улучшения оттока жидкости, что мы делаем в своей практике тоже. У нас сейчас готовится к процедуре пациент. Напомню вам, сегодня мы практически говорим о глаукоме, о повышении внутриглазного давления. Ситуация, которую человек никак не ощущает, кроме одного, наступает момент, когда он понимает, что ничего не видит. Вот сегодня мы рассказали вам о том, что глаз чем-то похож на обычную раковину. Когда нарушается отток жидкости, повышается внутриглазное давление. Дома мы вызываем сантехника, и он довольно долго ликвидирует этот засор. А вот сейчас мы нормализуем отток внутриглазной жидкости, снизим внутриглазное давление и спасем зрение человека, благодаря, конечно, прежде всего профессору Коновалову, но еще уникальным достижениям современной медицины. Что будем делать, Михаил Егорович? Мы будем делать небольшое отверстие в радужке для того, чтобы создать дополнительный ток жидкости из задней камеры глаза в переднюю. То есть будем нормализовать отток? Да. Какой прибор у вас на столе? Прибор – это лазер, который применяется для лечения глаукомы. Вот так сейчас доктор с помощью лазера точно, идеально сделает дырочку, которая нормализует отток жидкости. Начинаем. И засекаем время. Вы увидите, с какой скоростью это делается, дорогие друзья. Современная медицина – это скоростная медицина с удивительным результатом. Вот. Я вам линзочку поставлю на глаз. Не переживайте, это не больно. Вот. Ваша задача – посмотреть сейчас наверх. Наверх, наверх, наверх. Просто наверх. Смотрите. Линза встанет и пряменько. Наверх, наверх. Все, молодец. Итак, что тут происходит? Мы видим глаз. И сейчас лазером будет сделана дырочка, дорогие друзья. Она восстановит отток жидкости. Все хорошо. Не переживайте, будут вспышки небольшие. Пряменько, пряменько, посмотрите. Хорошо, молодец. И все, да, Михаил? Сейчас еще пару выстрелов. И мы сформируем отверстие на периферии радужки. Вот, все. Отлично. Здорово. Наверх посмотрите, пожалуйста. Все, друзья? Примерно одна минута понадобилась доктору, чтобы решить эту проблему. Дальше, конечно, последует медикаментозное лечение, потому что мы должны... Мы нормализовали ток жидкости, но мы должны, во-первых, лечить глаз после процедуры, применяя соответствующие капли, и наблюдать пациента в динамике для того, чтобы мы были уверены в том, что давление нормальное. В данном случае мы имеем дело с пациентом с так называемой закрытоугольной глаукомой. То есть когда у него, так сказать, анатомические особенности глаза привели к повышению давления. Хотя он даже не подозревал об этом. Да? И я не знал, что... Ну, побаривал немножко глаз. Думал, что после переутомления, оказывается, гораздо серьезнее все. А почувствовали, когда зрение стало падать, да? Да. Ну вот так, друзья. Вывод какой вы можете всем сказать? Беречь глаза. А еще? Вовремя обращаться к докторам. Вовремя обращаться к докторам. Обязательно измерять давление и хотя бы раз в год ходить к врачам-офтальмологам.